книга открытым оком том 26 вопрос 3840 тема царство небесное рай если бы все люди в отдельном государстве стали вдруг все верующие никто бы там не воровал и все с полной отдачи сил стали работать тогда слова в господней молитве хлеб наш насочный дашь нам днесь имела бы другой смысл потому что хлеба хватало бы всем и с избытком отвечает игнать тихон члаткин то есть как другой в любом случае это молитва осталось бы в силе и потому что хотя бы все было и бесплатно и на всех поровну но земля родит дождь мочит ветер обдувает солнце подогревает это все так же осталось это то все так же осталось не нашим а божьим даром так что довольствуясь и мало мы все равно должны голову поднимать от земли к верху чтобы знать подателя всех благ и из-за его щедроты прославлять создателя и зиждителя кроме того под хлебом плотским скрыто и понимание нужды в хлебе небесном то есть слове божием и в его разумении правильно и речь нужно вести о хлебе сшедшим с небес подаваемым в пищу о святом причастии так что сия молитва всегда должна быть искренней и переполненной заранее благодарностью хотя бы ничего на зубок не было на родину со службы воротясь помещик молодой любя во всем успехе собрал своих крестьян друзья между нами связь залог утехи пойдемте же мои осматривать поля и преданность крестьян сей речью воспаляя пошел он с ними купно что ж здесь мое да все ответил голова вот тимофеева трава мошенник тот скричал ты поступил преступно корысть вне недоступна чужого не ищу люблю свои права мою траву отдать конечно пожелаю но это но эту возвратить немедля тимофею оказия сия по мне уж не нова антонов есть огонь но нет того закону чтобы всегда огонь принадлежал антон прудков книга деяний 8 глава с 30 по 32 стих филипп подошел и услышал что он читает пророка исаев сказал разумеешь ли что читаешь он сказал как могу разуметь если кто не наставит меня и попросил филиппов зайти и сесть с ним а место из писания которое он читал было сие как овца видел он был на заклане и как агнец предстрекущими его безгласен так он не отверзает уст своих от города не отгороженное пространство есть я вижу там богатые нищие жрет мороженое за килограммом килограмм на нем бастон перчатки кожаные и замшевые сапоги богатые нищие жрет мороженое пусть жрет пусть лопнет мы враги 1949 год л мартынов послание якова 4 глава 2 3 стих желаете и не имеете убиваете и завидуете и не можете достигнуть перепираетесь и враждуете и не имеете потому что не просите про просите и не получаете потому что просите не на добро а чтобы употребить для ваших вожделений весь день звенит в ушах пронзительный как скрежет гвоздей или грифелей водимых по стеклу высокий жирный виск свинарника где режет кабань кабанщик боровов к пасхальному столу петлей поймают зад за розовые уши из стойла вытащат стараясь пасть зажать и держат навалясь пока не станет глуши визжание и замрет над сердцем рукоять и после на кострах соломенных щетину с овшами опалив сгребут нагарный слой и льют воду ведрами и сальную трясину по локоть пачкаясь ворочают рукой помои красные меж челюстей и разжатых спустивший вывалят из живота мешок и бабы бережно в корытах и ушатах стирают как белье пахучий ком кишок когда ж затопят печь на кухне и во мраке апрельском вызвездит по ветру гай костра как суку нюхаю во всех усадьб собаки сбегутся с ворами чтобы грызься до утра 1913 год зенкевич книга второзакония ты строи 32 глава 15 стих и утучнел израиль и стал упрям утучнел отолстел и разжирел и оставил он бога создавшего его и презрел твердыню спасения своего про каремия 5 глава 28 стих сделали стучны жирны приступили даже всякую меру во зле не разбирают судебных дел дел сирот благоденствует и справедливому делу нищих не дают суда властители дум ненавидели власть теперь же иные у них отношения и новая власть им по вкусу пришлась ирония вдруг поменяла мишени и бывший бунтарь затихающий бард свободу свою не предавшие ни разу теперь комплименты выслушивать рад не сразу поняв что всучили награду и пушкина некогда царь приручал да только напрасно а нынешний гений чем голос систему в сердцах раскачал готов преклонить пред властью колени андрей дементьев книга левитом 19 книга левит 19 глава 15 стих не делайте неправды на суде не будь лицеприятен к нищему не угрожай лицу великого по правде судьи ближнего твоего галатам 110 у людей ли я ныне ищу благоволение или у бога людям ли угождать стараюсь если бы я и поныне угождал людям то не был бы рабом христом всегда в порядке добрые приятные удобные они со всеми ладят и жизнь вдоль шерстки гладят их заповедь смирение их речи повторения сияние улыбок признание ошибок а я люблю неистовых непримиримых искренних упрямых невезучих из племени колючих их мучают сомнения и собственные мнения но сердца их в ответе за все что есть на свете не берегут не берегут колючие свое благополучие и сами лезут в схватку и режут правду матку а если ошибаются больнее ушибаются ушибаются 1963 год долматовский простите но сердца их в ответе за все что есть на свете не берегут колючие свое благополучие и сами лезут в схватку и режут правду матку а если ошибаются больнее ушибаются чем тот кто был корыстен в опровержении истин не у природы учатся они своей колючести ведь там где нежность скрыта есть из шипов защита послание иакова 2 глава со 2 по 7 стихи ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде войдет же и бедный в скудной одежде и вы смотря на одетого в богатую одежду скажите ему тебе хорошо сесть здесь а бедному скажите ты стань там или садись здесь у ног моих то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями послушайте братья мои возлюбленные не бедных ли мира избрал бог быть богатыми верою и наследниками царствия которое он обещал любящим его а вы презрели бедного не богатые ли притесняют вас и не они ли влекут вас суды не они ли бесславят доброе имя которым вы называетесь рабочий люд едва не весь на нашей родине без хлеба хлеб наш насущный даст нам днесь так он голодный молит небо жемчужников о братья хлеба беднякам в лихие дни нужны народной и хлеба умственного нам стоящим вне толпы голодной утробной пищи сыты мы но без духовного питания ослабли тощие умы бесплодны скудные познания хоть удается нам порой пускаясь в хитрости обманы прикрыть дешевой мишурой неблаговидные изъяны хоть искусившись в похвале среди народов даже ныне мы поклоняемся себе как между нечистью святыни но жизнь осветит темный путь и правду горькую откроет разоблачив когда-нибудь чего гордыня наша стоит о никогда и никому кто льстит вам братья вы не верьте без пищи умственной уму грозит беда голодной смерти всем хлеба хлеба беднякам в лихие дни нужды народной и хлеба умственного нам стоящим вне толпы голодной книга притчи 28 глава 23 стих обличающий человека найдет пользы после большую приязнь нежели тот кто льстит языком ибо нет в устах их истины сердца их пагуба горта них открытый гроб языком своим льстят обливают в порядке у к теперь из мы можем с и в